приветствую вас друзья в этом видео подробнее поговорим про патч 128 скачал я общий тест покатался я в новый режим гонки как они там называются гонки restart или что-то типа того у нас есть четыре машинки с разными параметрами покатался на всех четырех да они разные но прям какого-то четкого решения что вот это вот мне нравится больше или вот это такого у меня нет поскольку очень такое сложное управление она не то что прям сложно она нестабильная машинки прыгают на этих кочках кочек много некоторые поворачивают машинки сильнее некоторые слабее когда сильно поворачиваешь ее заносит и разворачивает можно что-то там на ручнике попробовать по поворачивать там по-другому она начинает когда раз бросаешь и просто поворачиваешь тоже вроде как более плавно едет но в любом случае все это как-то больше похоже на хаос кучек скиллов у нас есть щиток который нас защищает от стрельбы остальной фигни есть желтая стрелочка которая нас ускоряет также есть еще у нас там синенькая про скорострельную стрельбу с барабана но и красная похожая на какой-то там сюрикен или взрыв или что-то типа того просто расталкивает всех вокруг мне красная понравилось больше всего поскольку она хотя бы понятно что вот она вот так работает им легко воспользоваться и эффект заметен щиток ты подключаешь непонятно когда он работает там недолго и все когда его включать ты угадаешь не угадаешь непонятно ускорением воспользоваться себе в плюс не так уж и легко поскольку с этим управлением кочками поворотами всем остальным очень легко ускорение нажать и перевернуться развернуться и в общем уйти с этим ускорением только в минус в общем надо ездить аккуратненько пытаться там в поворотики потеть кнопочки нажимать объезжать всякие там сложные участки тогда будешь более-менее доезжать вверху списка также у нас есть прогрессия 10 уровней которая набивается баллами которые можно заработать в этих самых гонках что мы видим в наградах у нас здесь есть резерве ки у нас есть серебро бон и члены экипажа отмычки ключи и 2d стиль и даже я так понимаю в конце медалька про этот режим в принципе покататься получить эти наградки пойдет видно что режим проработанный у нас есть и озвучка которая подстраивается под каждую машинку из четырех она также еще и реагирует на карту где вы там едете что делаете принципе она видно что более менее профессиональные какой-то актер там озвучивал с каким-то похожим голосом не помню уже на кого то ли на дэдпула то ли что-то примерно такое видно что карта проработанная над ней постарались видно что в принципе с режимом работали менюшки оформление карта мне нравится как выглядит претензия ну может быть такое одно типа вкусовщина это вот езда и управление этих машинок к ним можно привыкнуть приловчиться но я честно говоря без понятия понравится это танкистам или нет есть люди которым нравится колесники есть который мне нравится я в принципе к некоторым колесникам в рандоме привык но мне все равно в этом режиме было тяжеловато поначалу поскольку управление все равно сложнее к потом со временем там через пару каток я начал ездить стабильнее в принципе может она и интереснее что но требует какого-то мастерства от езды но с другой стороны если мы пришли пофанится то тут будет много хаоса если мы будем ехать как попало но может быть это тоже часть веселья возможно детишкам которые сейчас на каникулах этот режим зайдет можете в комментариях написать если у вас детишки понравилось он им этот режим или нет сейчас можно скачать тест и попробовать покататься в этот режим чтобы понять нравится но вам или нет также на то есть еще там есть задачки при выполнении которых на рады пойдут на основной клиент на ваш основной аккаунт в принципе я одобряю этот режим видно что над ним поработали но вот управление это вкусовщина я не решаюсь тут оценивать мне было тяжело и неприятно но я бы не сказал бы что у меня прямо релос этого это прям просто фу и мерзко просто было сложно и я старался чтобы ехать как можно адекватнее в принципе все сгорит у вас этого жопа или нет я без понятия у меня не сгорело но было сложно также у каждой машинки есть свой уникальный какой-то член экипажа один из этих членов экипажа это разработчица вы помните на одном из стримов я переписывался в дискорде и получилось очень занятное общение с разработчиками ну в общем вы поняли можете на одном из танчиков найти березку там даже во время гонки комментатор в этой уникальной озвучки что-то про березки тоже расскажут в общем можете попробовать кажется это вторая машинка следующее что хочу вам показать это gpt 75 так сказать венец развития этой замечательной ветки свиту это один в один копия bz 75 и гениальность разработчику просто зашкаливает был танк с двумя пушками bz 75 с обычной пушкой и альтернативная фугасная они взяли забрали фугасницу и сделали не альтернативную пушку а дополнительную ветку еще эту ветку сделали с ранним доступом в общем закрутили завертели как могли хотя это просто дополнительная пушка а получился дополнительный танк дополнительная ветка что я хочу сказать танк очень плохо танкует из-за трех ключков на голове из-за щучьего носа и большого нлд также он очень плохо маневрирует очень плохо поворачивает точность максимально плохая там в районе 0 5 там с прицелом дай бог чуть-чуть разгоните сведение там секунд пять кажется но это сравнимо с артой какой-то стабилизация но ее просто нет про какую-то стабильную стрельбу вообще речь не идет поэтому я не знаю как это оценивать я не любитель фугасных танков я могу сказать одно что играть стабильно точно тяжело ездить успевать тяжело танковать еще тяжелее попадать пробивать стабильно и вообще без понятия как это делать при таких параметрах вот она попала сама попала не попала ну ничего не поделаешь я люблю точно стабилизированные пушки и ну вот в этом бою она попадала пробивала не всегда но иногда специально играл на фугасах но они кончились в конце там бэбэшкой я попал по врагу если бы это был фугас может что-то пищу нанес видим что сходу там от стабилизации пострелять вообще практически нереально это чисто звезды там сошлись не сошлись в общем и целом играть нелегко ветка получилось сложная тяжелая но когда они попадают и пробивают вылетают огромные цифры урона в такой выборной игре еще и такая вот выборно зависимая стрельба очень непредсказуемая можно ли это считать токсичностью насколько я понял по некоторым там сообщением разработчиков если она видимо сложная значит она не токсичная а то что учили к за пару секунд может пропасть все хп но это видимо не токсично поскольку мне было сложно сделать так чтобы у него пропала хп но в некоторые моменты я вообще прикладывал ноль усилий вот я выехал из-за поворота стрельнул в борт танк исчез полностью с одного выстрела сложно ли это было да нет стабильно ли будет так происходить вообще нет просто повезло что с вертухи с прицелом на пол экран залетел этот снаряд токсично ли это ну представьте чела который с одной пульки улетел просто в ангар токсично ли ему или нет зато мне сложно интересно как моя сложность влияет на токсичность для оппонента который улетел с одну или двух пулек в ангар за пару секунд я честно говоря у тут не понимаю из-за сложности это будет происходить не так уж часто но периодически будет происходить вот эти вот ваншоты то есть это периодически токсичные какие-то всплески которые сложно исполнить и даже когда ты их исполняешь вот я честно говоря я особо ничего не испытывал вот я играл на этом танке на тесте ну бахнул на все лицо челу ну его нет ну и чё я усилий не прикладывал я просто выехал с вертухи бахнул все дальше она сама я ничего особо там сильно не выцеливала не там отбор там подставились уязвимой зоны я вообще не попаду с этой пушки поэтому на мой взгляд тут изначальная логика она странная поскольку иногда я бы не сказал что я что-то сложно исполнил мне просто в целом в бою тяжело находиться на медленном неповоротливом танке с дырявой броней а вот сама стрельба очень сильно зависящая от вбр и от того подловлю я кого-то на медленном кривом танке или нет во время стрельбы и если все удастся там мои перемещения по карте совпадут с удачной вертухой то чел просто исчезнет и здесь не только сложность тут просто вот мое нахождение в бою душноватое а стрельба вбр на и и все это якобы по мыслям разрабов наверное не токсично интересно вот спросить у чего у которых я ваншоте в бою им как токсично или нет они задумываются о том что мне сложно в бою когда я им ваншоты выписываю они такие а ну сложно было сложно я нажимаю кнопку игра решила попасть и они такие а да ну и муж тяжело было сюда приехать сложнее к сложнее к и в конце хочу еще поговорить про контейнеры с ключами и отмычками многие из вас дорогие зрители написали мне о том что в контейнерах затычки ну и все принц да там есть надпись о том что список танков актуален только для теста но это же просто стандартная отписочка в случае чего если им надо будет что-то поменять прошлые разы тоже на тесте показывали какие-то танки тоже якобы затычки в итоге все эти танки так и пошли в релизные коробки без изменений почему эти коробки будут меняться вдруг я не знаю да они что-то могут поменять но с уверенностью на 99 процентов все эти танчики которые там от в коробочке нарисованы они пойдут в релиз дай бог если добавят хотя бы один какой-то новый интересный танк иначе это вообще грусть печаль поскольку танки не интересные старые принципе у меня все я еще немножко на рина чарон ты поиграл до перезарядка сильно улучшилась хп стало больше но бои на тесте неадекватные поэтому сложно оценить это надо делать на основных серваках на этом у меня все с вами варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки обязательно пишите в комментариях свое мнение всем удачи и пока удачи удачи Субтитры сделал DimaTorzok